Так уж получилось, что 19 лет уже я работаю на скорой помощи фельдшерам. Сейчас я работаю маркетологом, ну, можно сказать, что у меня маленькая рекламная агентка. Просила школу вот в начале этого года, перешла в школу жизни, короче. Не до инженер, не до айтишник, не до продажник, а прописан как инженер-проектировщик. Музыкант, который перебрался жить в YouTube. Я работаю учительом математики в образовательной школе. Я девокс-инженер в очень крупной конторе в Московской. Сейчас я работаю в IT-компании, занимаюсь организацией мероприятий, поддерживаю и развиваю HR-бренд. Ну, мы безработные. Я просто творец. Я творю. Можешь еще раз взорвать розетку? Снимай, снимай. Это взорвалась розетка. Как это вышло? Андеграунд – это такая территория, которая производит все время концепты и создает что-то постоянно новое, экспериментирует. И так как им нечего терять, они могут экспериментировать на максимум. «Гонек» в первую очередь для меня всегда был проектом, который реально можно развивать и который можно продавать людям. То есть, который может быть успешен, популярен. Это может быть как-то честно звучит, но я действительно так считаю. Андеграунд все-таки как-то больше за культуру. Я бы не сказал, что мы что-то вечно творим своими выходками. Мы поймали волну и теперь эксплуатируем свой образ. Так что, наверное, мы попса для андеграунда. Если ты начинаешь себя таким образом как-то позиционировать, ну это ты уже вешаешь на себя вывеску. Типа купите, продается по такой-то цене. Мы не такие. Мы андеграунд. Стоимость столько-то рублей. Сложно ответить, потому что непонятно, типа что это такое. Это кто? Игорь Древлянин, он для меня не андеграунд. Ну типа Крамп для меня тоже не андеграунд. Потому что я общаюсь с этими людьми. Наверное, сейчас самый яркий представитель тусовка Брекинг Гик. Ну для меня. Ну то есть кого-то я вижу. То есть именно вот андеграунд такой. То есть вот в понимании темноты какой-то. Да, вот этого своего подвального звучания. Потому что оно есть. Ну то есть такое подвальное звучание. Наша тусовка больше про то, что она никому ничего не должна вообще. Как это воспринимают люди, мне непонятно. Но наверное в целом из-за того, в какой мы тусовке вертимся. Мы просто еще не выросли из-под поля. Приехала? Слушать ребят, которые пришли из андеграунда, даже если они становятся более известны, я думаю, это хороший знак, что они собрали такую классную конструкцию, которая понравилась большему количеству людей. Я видел разные хорошие моменты в Омске, плохие моменты, спады. Всегда, когда нет публики, когда нет площадки, нет желания заниматься авторским творчеством. В Омске мало площадок. Ну ты сам знаешь, очень мало их практически. То есть вот раз-два и обчелся. Немножечко грустновато, что не очень много концертов происходит, которых бы хотелось, чтобы они происходили. То есть с какой-то более разнообразной музыкой, чем сейчас. Каких-то не появляется новых ребят, которые бы были прям супер какие-то интересные. Про сцену мне сложно понять. Мне кажется, что все довольно разрознено, по крайней мере в электронике. Может быть, в ребятах, которые играют на гитарах, ну так условно, скажу в смысле, в живых группах, там, наверное, больше связей. А вот почему-то среди электронщиков, вот я знаю, по сути, только, ну так хорошо только одного, это Беладонну, и вот и все. Мне кажется, что если было бы в принципе у людей больше свободы, свободы действенной, свободы там и слова, и всего чего угодно, в этом плане, мне кажется, сцена бы по-другому себя сейчас чувствовала и выглядела бы. Возможно, даже, что было бы больше интересно людям. Главная проблема всех музыкантов, все пьют, все ужасно много пьют. И публика, да что уж, ну ладно, мы уже как бы говорим на чистоту. Все честно сегодня. Да, сегодня все честно. И я пью, и он пьет, мы пьем. У меня пиво написано. Ну, мы безработные, бездомные, с проблемами со здоровьем из-за сопутствующих. нашим концертом пьянок. Еще никогда не ожидаешь проблем с посетителями, но они иногда возникают. Бывает, какие-то сливые лоси заходят, начинают бычить. Типа, а, че, гривачи? Вот это, как, 2005 год какой-нибудь, и видео на Нокию, и его друг идет, снимает еще, э, гриб. Иногда это просачивается в нашу жизнь, как кошмар, знаешь, из приоткрытой двери челана. Шумно грозащий выход, Егора Томска. Тогда какие проблемы были? Ну, посетители концертов, безразмерное употребление алкоголя, наплевательство на тех, кто делает и занимается этим. Ну, то есть, люди пока сами этим не займутся, не отсекают важность вклада времени, усилий в то, чтобы сделать это. Никто не приходит, тебе не дает 100 тысяч рублей и говорит, ну, чуваки, давайте там, сделайте классный концерт. Нет, это все происходит собственными силами, берется вот это вот все, везется, растягиваются спины, вывихиваются суставы, все это ставится, очень громко все звучит, и потом оглушенно это все обратно тащишь, все у тебя потом на следующий день болит. Надо просто как-то жертвовать чем-то временем, не знаю, работой, нормальной жизнью, перспективами, чтобы заниматься музыкой. Мне проклятие, помыли. Я взяли в США и там. В целом, мне кажется, в Омске всегда была такая проблема. Люди отсюда часто уезжали в Москву, в Питер. Я когда изначально говорила, что люди уезжают, потому что из регионов люди стараются уезжать в центральную Россию. Это один из моих страхов больших, что мы разлетимся. Есть миграционная волна, грубо говоря, когда из Омска просто срываются люди, и она была и в 2000-х, и в 2010-х. Просто люди такие, я в Питер, ну, условно. И заканчивалась омская музыка, и главное, исчезали группы, потому что ехали за какой-то там новой сценой, но в итоге быт их жирал, потому что в Омске так или иначе дешевле жить и дешевле заниматься творчеством. Из другого города приезжаю и буквально вот еще на самолете вот лечу, смотрю в окошко, думаю, господи, как же хорошо-то, какой у нас классный город. На высоком здании стоишь, и такое впечатление, как будто вообще он бесконечный, как будто он не имеет границы, как будто вся планета это один сплошной Омск. В Омск я приехал для того, чтобы написать музыку для спектакля. В Омске театр Краммы. Вот. Написал музыку, уехал, спустя три года решил вернуться, чтобы на последний показ вот этого спектакля, он назывался «Синяя борода». Вот. И так получилось, что там я влюбился в актрису в этот момент и решил остаться тут. В то время я жил в Москве. А кто за рулем сегодня и ведет нас прямо в берег? Я никогда вам не показывал, смотрите, Вера не дает попить кофе. Ой, Вера, прямо в цветах, плывешь из травы. Я вообще из Омска уезжала на год. Я жила в Питере полгода и полгода в Одессе. И потом, когда я вернулась из Одессы, я прикрепилась на написание научной работы в университет, начала в университете работать. И как-то оно закрутилось, а потом пошли вечеринки, мероприятия, и мне все нравилось. Мы стали летом подрабатывать в археологии на северах. Втянулись в этот бизнес и потом просто бросили техникум и уехали в Москву впервые в 2018 году. Как бы это было развитие и для группы, и для музыки. Начало сибирской проповеди в столицах и там заработки в археологии были посерьезнее. Впервые столкнулись с трупами. А в Москве там помойка же сплошная, там земли даже нету там типа метров пять это просто битый кирпич и свалка битых унитазов. И там очень хорошо сохраняются покойники. Вот мы двухсотлетних поднимали. Детей, князей, попов. Что в Москве, что в Питере, то есть я как бы у меня и работа была, то есть и там куча знакомств, это было. Но по семейным обстоятельств в 15-м году я сюда вернулся и принял для себя какое-то решение типа я сейчас буду здесь. значит я короче ну раз типа город Омск меня через семью обратно забрал, то типа я буду жить здесь, значит я что-то должен сделать здесь. Вот я поэтому остался и ну то есть я ни в коем случае не жалею, я никогда ни о чем не жалею. Ну мне не нравится в Москве там полный отстой. Не знаю, как-то неприятно там находиться, но у меня больше негде жить. Да, в Омске еще хуже. Я лично татарин, я кочевник, я по три месяца там-три месяца там живу, мне везде нравится. Много очень примеров наших омских ребят, которые сейчас там чуть ли не по европейским фестивалям играют. Люся Казарян допустим с ее проектом Marginrod очень хороший пример это Егор Федоричев, который уже не знаю, всю Россию туда-обратно объездил. Мне кажется, если ты прям хочешь, ты добьешься того где угодно. Сосредоточенность людей в только крупных городах она приводит к тому, что все неминуемо будут стремиться в эти города и понимая, что здесь среда не готова для восприятия например, какой-нибудь более интересной музыки или какого-то другого творчества, они уезжают туда, где люди более понимающие. И мне кажется, что очень хорошая цель быть в небольшом городе и развивать там людей, показывать им, что есть совершенно разное, это сложная работа и возможно на самом деле работа на целую жизнь. Давай еще одно. Ага, так, тебе здесь вокал больше может? Ну сейчас пока нормально все, да. Они немного разные, по громко. Ага. Все делается на деньги и на свободное время тех, кто работает, пашет, а потом приходит работать на концерт, играть музыку, организовывать музыку, когда у нас был панк-гараж, топить печь, чтобы все не замерзли. Бестихийно тоже совершенно организовались поминки. У Саши Торнадо появились деньги и они с Егором уехали в тур, а деньги дали... Саша Торнадо это барабанщик группы Шумно-угрожащие выходки. У Сани типа квартира в наследстве появилась половина. Типа все деньги потратил на то, чтобы купить аппарат и снять площадку. Ну а я занимался там организацией концертов. Арт-директором был. Ну мне просто дали много денег и сказали, надо сделать что-нибудь, чтобы там играла музыка. Вот. Я на эти деньги купил бывшую революционную базу Тарская 300 с потрохами. Случайно, можно сказать, место нашло меня само. Бывшая база калибр 50. Это просто четыре слепленных между собой, короче, гаража. Гига-гараж. Вот. И все. Я буквально за неделю там сделал все, что мог и через неделю после того, как тогда был свезен весь аппарат, уже был первый гиг. Быстро продали помещение, которое мы у них арендовывали. Через девять месяцев после того, как мы начали, когда там встал вопрос о том, что, ну что, типа, все, сдадимся или будем собирать миллион рублей, чтобы выкупить это здание. Как бы все сказали, да, конечно, типа, что вы же парите. В Омске очень много всего, абсолютно разного, очень крутого и порой даже не тяжелого и порой даже не гитарного и электронного, и шумового, и всякого разного. И это разнообразие необходимо показывать, вытаскивать его из шкафа. Мы умеем делать дела и то, с чего мы начинали, там, когда на нас старики, предыдущее поколение Омского андеграунда взвалило, организацию концертов, организацию привозов, мы начинали, типа, из такой ямы глубокой. Сейчас мы уверенно сидим на карте и об Омске, там, ну, в андеграундных сценах других городов говорят, и рвусы и хотят приехать, и это мне нравится. Своими глазами ты видишь, как люди на концертах знакомятся, и следом, через неделю ты видишь этих людей, гуляющих уже за ручку. Ну, это прям такая романтическая составляющая. А второе, так же, как ты видишь, что два музыканта, которые никогда друг с другом не общались и даже ничего друг у друга не слышали, встретились на конце и в итоге заколлаборировали. Это люди, которые в целом выкупают то, что вот они посещают. Люди, которые умеют чувствовать творчество, понимать его, осознавать. Люди сами зачастую сами что-то делающие. По большому счету, то есть ты приходишь там на гик, а там стоит один человек, второй человек, третий человек, да, и ты в основном всех знаешь, и каждый второй не менее там крутое и вот есть там о чем поговорить. В последние гики приходят максимально молодые ребята и видно, что их первый концерт, это их первая возможность там выпить пиво, попрыгать, не брать трубку, когда звонит мама и наша задача, чтобы этот экспириенс у них был типа замечательный. Всем спасибо, друзья, что прослушали наше выступление. вообще, мне кажется, мне надо встать. Да, это у вас, да? мне кажется, есть жажда здесь до вообще какой-то, скажем так, до, ну, в моем случае, до электронной музыки, сложно сказать, про другую, но я думаю, и про другую, зная, например, стереоклубы и вечеринки, которые вы делаете, ну, я имею в виду, там прямо видно, как люди кайфуют и как это все важно для людей. в Омске достаточно небольшая вообще тусовка, назовем это так, и у нас никогда не было какой-то дичащей конкуренции между друг другом, между организаторами. Как-то так складывается по моим личным ощущениям, что заканчивается, ну, там, например, какая-то тусовка организаторов утихает, но в это время расцветает какая-то другая тусовка, и вот так вот, знаешь, такими волнами, какими-то наплывами происходит вот смена, преемственность какая-то. 90-е, я был в рок, мне было 13 лет, у меня были рваные джинсы, там, булавки, все вот это вот, я был там неформалом, валялся в лужах, потом я там ушел на полигон в толкинисты, ролевики на мячах, мы дрались, короче, все это дело было, потом там вот ушел в рэпчик, потом была клубная тусовка, вот, и потом это все, оно вместе уже, короче, перемешалось, все где-то, все вместе перемешалось, сейчас оно привело к тому, какой я есть, то есть, и все это вместе хорошо помогает жить, существовать, то есть, и от этого, как бы, есть куча знакомых в разных индустриях. Родители были достаточно демократичными, и в целом пускали меня на разные концерты, тусовки, вечеринки, и в старший класс я начала уже везде ходить, впервые я попала на рэп, на какую-то вот рэп-тусовку, и там впервые видела группу «Мятеж» и Руслана Брущенко, Руслан тогда выступал вот в группе «Мятеж», у него был кожаный пиджак на голое тело, он сидел потом рядом со мной, и меня как-то тоже это все захватило. Ну, я не знаю, как-то это было так, что там в 98-м году MTV появилась, волна вот этой всей альтернативы поздней, и это же то, что надо подростку такому бунтующему против самого себя, то есть вот эти вот классные чуваки в широких штанах, там, в красных кепках, там, читают рэп, тяжелые гитары, и ты такой думаешь, да, круто. Ну, и, соответственно, как ролевая модель лучше быть, ну, не знаю, там, музыкантом, чем гопником. Я ходил на всякий хардкор и прочее, на музыку, которая собирала натурально полтора инвалида, и концерты делались просто на Ленина какой-нибудь подвал за пять тысяч на вечер снимали, ты приходишь, а там вообще ничего нет, и пацаны просто месяца. Ты приходишь, там Илья из, как его, Light Erctions бегает, орет что-то, прям безумно. И ты приходишь, первый раз смотришь, да, и там, Влад тело, например, вертухи крутит, он здоровенный, да, и ты смотришь, такой, вот это страшно, я хочу с ним, и идешь, короче, и страдаешь в контактном Моше. Ты стоишь, тебе поначалу как бы страшно, но хочется к этому вот как бы причаститься, потому что для тебя это кажется, что это как драки во дворе, хоккей, типа прочее. Ты стоишь, ты понимаешь, что ты можешь травмироваться, но при этом это что-то прикольное. И пару раз, вот я ненадолго залетал постепенно, получил от одного здоровенного 90-киломограммового чувака ногой по лицу, и тогда я понял, что да, вообще классно. Ну мы на библиотекаре учились в Омске, в техникуме. Ну и там довольно скучно было учиться. Мы там в театре занимались, сцена оказалась прикольной, тебе все аплодируют. На концерты мы уже ходили, думали, можно, и тут поучаствовать, на сцену повыдевать. Да у меня нет какого-то прям особого старта. Я просто родилась, у меня мама музыкантка, у нее за плечами 11 лет музыкальной школы, ему спец. И как-то с детства я была с этим связана. Концерт, концерт назывался «Сюда собаки уходят умирать». и там играл, там Дима Крамп играл, еще кто-то. Короче, там прям приличный такой состав был. Я был крайне удивлен, потому что, ну, я считал, что это не про наш город. могли там, не знаю, записать там какие-то разговоры, на них наложить каких-то шумов, там сверху еще каких-нибудь разговоров. И все вот это вот превращалось в какую-то непонятную колбасу с какими-то песнями, с совершенно идиотским каким-то текстовым содержимым. Это потом где-то в журнале Афиша придумали такой термин «Найскор». Это где-то было в начале десятых или в конце нулевых. Я когда это все послушал, думаю, о, так я этим занимался в 2000 году. Однажды счастливые, как я считаю, случайности стала пиарщиком большого фестиваля «Скоро будет» с классным привозным лайнапом. Тогда выступали группа Моторама, Помпея, «Онзе Гоу». Группы, группы которых мало кто знал в Омске, но они уже в то время гремели в России, на питерско-московской сцене. Это Индии время было. Сергей Кутасевич, это мой отец. Он играл в группе слив джем в одно время. Я люблю рассказывать эту историю людям, которые постарше меня лет на несколько хотя бы. И вот как-то пошло-поехало, потом познакомилась с Юлей Глушневой. Юля познакомила меня со Светой Фиксель. Работа со Светой и с Юлей очень мне много дала как организатору, потому что я получила огромный опыт. Мы делали концерты, наверное, раз в две недели, иногда даже каждую неделю. И концерты были совершенно разные. Движухи всегда было много. Она была, может быть, не такая много, много людей там было, но она всегда была. То есть за один день можно было не попасть на все концерты. ничего не меняется. Все очень как бы стабильно. Да, на удивление. Люди уходят, немного пустоты, люди приходят. Это никогда не умирает. Та же история с Breaking Geeks, когда Влад Третьяк уезжает из России, и Даня, Лева и Саша подхватывают его детище. Их, на самом деле, я считаю, что их совместное в каком-то смысле детище, потому что это же не так, что Влад один все делал, а ребята подхватывают то, в чем они тоже вкладывались. И сейчас это живет, появляются новые лица, новая кровь, и они ее поддерживают. Это круто, считаю. Омский андеграунд стал заявлением. Над этим поработали много ребят и девчонок за последние лет пять. И это было круто. Андеграунд это что-то самодельное. Но при этом это неплохо. То есть просто по ряду причин это пока недоступно большому количеству людей. Андеграунд это эксперимент. Интересно, как он будет идти, интересно, чем он закончится, и интересно, сколько я так проживу. Ты понимаешь, что это вообще не про деньги изначально. То есть это как бы творчество и просто какой-то поиск, бесконечный поиск. Подземный какой-то подвал, и ты должен идти, идти по нему с фонариком, натыкаться на разные препятствия, на каких-нибудь чудовищ, в конце победить кого-то, не знаю, самого себя, наверное, и вот оно, сокровище. Много вопросов, нет ответов, поживем-увидим. Для меня андеграунд это вот такое движение. Я не знаю, куда, не знаю, зачем, но двигаюсь. Это скорее про состояние, не знаю, про ощущение себя, не знаю. Слушай, сложный вопрос. Непонятно, непонятно. Непонятно. Другой стороне, простановка, конечной. Непонятно. Непонятно.